Здравствуйте, дорогие друзья, старые и новые, вдохновлённые просмотрами видеофильмов моих дружественных каналов, таких как Сибирский сад, Дача-сад-огород, Неприхотливый сад, Виктор Егоров, сад за Урали, Людмила Борисовна, мама Лены из Австрии, Наталья Усенко и многих-многих других. О засолках, вареньях, соленьях, о роскошных цветниках. Я тоже решила поделиться с вами своей радостью, своими скромными достижениями. Вот такой у меня Блюменгартен, да, такие у меня цинии выросли в этом году, но они у меня выросли не из рассады, а из зёрнышка. Вот такие шикарные. Вот здесь у меня дурман, но цветочки цветут один день. Вот сейчас уже закрылся цветочек. Я поздно вышла поснимать. Здесь у меня Алисун, здесь Мирабелис, ноготочки, шафранчики. Сегодня очень жарко, и народ стоит у меня невесёленький. А здесь ещё одна тыква там завязалась. Сложно увидеть, но она здесь есть. Вот. Кроме того, я просто бросила кинзы, просто горсть кинзы бросила. Сейчас она у меня цветёт мило уже. Вот, канны насадила у меня. Был большой кусок канны. Я разделила на 7 частей. Вот. Потом что ещё? Папортник выкопала в лесу. Два папортника. И про себя назвала, что это мои детки. Младший и старший. Вот. Вернее, младший и старший. И всё, всё, вся гора абсолютно выросла из зёрнышек. Но что мне это стоило? Это всё было в зарослях дикой травы с корневищами, с огромными. А вот моя нога стоит, тапки. Вот такие красивые, обалденные колокольчики. Вот эти цветочки у меня были там, на даче, в Сибири. я их любила, всякое наводнение проходило, но они у меня оживали, они у меня оставались. А вот очень интересный цвет уцинии, такой терракотовый. вот. А это у меня ревень растёт маленький ещё. Это у меня мангольд вот такой вот салатный. Не знаю, ему здесь понравилась такая жирная земля получилась. Для него он такой жирный, насыщенный у нас получился. А вот космея у нас почему-то больше в рост, чем в цветок. Цветок оказался маленький, а сам ствол вот такой, почти двухметровый. Вот так это смотрится. Вот такая моя гора. Я очень сожалею, что я не смогла, вернее, пропустила мимо этот момент, не смогла сфотографировать, что было, что стало. Это было бы вообще круто, что было, что стало. Здесь была дикая трава выше пояса. Я всё это выкорчала, всё, каждый сантиметр своими рученьками просортировала. И теперь вот пасу, где что, какая травина, всё вырываю с корнем. А сейчас уже вторая половина дня и многие цветочки закрылись. Сегодня вот здесь цвёл очень красиво мак. Вот, к сожалению, сейчас только лепестки валяются. А утром здесь всё поле, вся гора была в этих маковых бабочек. Там, что был ветер и цветочки трепыхали своими лепестками, как крылышки бабочками. Было очень интересно смотреть на это, наблюдать. И эта возня с цветами, она меня успокаивает и настраивает на позитив. Вот так. Большое спасибо всем тем, кто передаёт свой богатый опыт нам, только начинающим цветоводам, овощеводам. Это Виктор Егоров, сад за Уралия, дача-сад, огород, неприхотливый сад, Наталья Усенко, сибирский сад, Людмила Борисовна, многодетная мама. Спасибо вам!